На рубеже 80-х годов 20-го века в Британии возрос интерес к астрологии. Англичанину хочется узнать, каким будет это новое десятилетие, наступивший год. То, что происходит вокруг, предвещает мало хорошего. Остается надежда на небесные светила. В Лондоне большой спрос на гороскопы, как индивидуальные, так и массовые, в которых содержатся ценные указания для всех родившихся под одним из 12 знаков зодиака, вне зависимости от пола, национальности или политических взглядов. Гороскопы издаются отдельными книжечками, печатаются еженедельными и ежедневными подборками в газетах. Один из таких гороскопов опубликован на странице газеты Daily Mirror, издающейся в Британии с самым большим тиражом. Перспективы, прямо скажем, грустные. Повышение косвенных налогов, забастовки, новый энергетический кризис, увеличение расходов за содержание армии, полиции, попытки властей скрыть коррупцию среди полиции и так далее. Не знаю, хорошо ли известно автор этого гороскопа расположение звезд на небе, но с положением дел в сегодняшней Великобритании он знаком прекрасно. Под его пророчествами могли бы расписаться многие местные обозреватели. В солидные здания помещают прогнозы, подготовленные комиссиями специалистов. Но и они выглядят не менее пессимистично. По данным органа деловых кругов газеты Financial Times, подготовленным на основе отчетов 13 различных экономических организаций, в начавшемся году в Британию ожидает спад производства почти на полтора процента, увеличение темпов инфляции, которые должны достигнуть к июню 20 процентов, дальнейший рост безработицы, который, как ожидается, превысит 1 650 000 человек. К этому остается добавить, что первые прогнозы уже сбываются. Объявлено, что с нового года повышаются платы за телефонные разговоры и почтовые отправления, на 25 процентов вырастет стоимость электроэнергии, снова подскочила цена на бензин. 2 января началась всеобщая стачка английских металлургов, требующих увеличения оплаты своего труда. Она может парализовать производство и в ряде других отраслей британской экономики. Судя по всему, мы станем свидетелями редкого случая, когда предсказания астрологов и прогнозы официальных комиссий совпадают с реальной действительностью.